Ситуация с коронавирусом сказалась на многих сферах и отраслях жизнедеятельности людей. Однако в Государственном производственном лесохозяйственном объединении понимают, нужно продолжать начатое дело, двигаться и развиваться дальше. Сегодня на базе Брестского лесхоза готовится к запуску новая сушильная камера. Автоматизированный комплекс проводит три цикла сушки, благодаря которым качество пиломатериала становится выше. Он представляет собой камеры, в которые загружаются до 50 в одну камеру кубометров пиломатериалов. И в результате три цикла сушки получается, что лесхоз может в течение месяца выдать 300 кубометров сухих пиломатериалов. Что дает какое преимущество? Ну, во-первых, ценовой фактор, что сегодня данная продукция востребована на экспорт. Комплексная модернизация производств по всей Брестской области началась еще в 2018. В настоящее время, кроме подготовки к запуску сушильных камер в Брестском и Столинском лесхозах, производится пусконоладочная работа в Телеханах, завершена установка сушильного комплекса в Драгичине. Благодаря такой модернизации суммарная мощность по производству сухих пиломатериалов в области увеличится на 8,5 тысяч кубометров в год. Вырастет и конкурентоспособность пилопродукции, отгружаемой как на экспорт, так и на внутренний рынок. В сегодняшний день в Брестском лесохозяйственном объединении имеется 14 лесохозяйственных учреждений, у которых 13 имеют деревообрубающие производства, которые занимаются лесопилением. Кроме лесопиления, то есть переработка древесины, это лесопиление, переработка мелкотоварной древесины, производство кола виноградного, дров колотых. А в основном нацелено производство, в первую очередь, это на обеспечение внутреннего рынка. В связи с тем, что сегодня есть спрос небольшой на внутреннем рынке, сегодня то, что остается, мы производим на экспорт. Сегодняшний день имеется 13 сухов. Если сравнить с 2017 годом и 2020 годом, то мы увеличили выпуск пиломатериалов сегодня с 80 тысяч до 150 тысяч. Но на этом работы в области не завершатся. В Пружанском районе сейчас готовится к запуску пилетный завод. А для Полесского лесхоза вскоре будет закуплена новая техника. Продолжение следует...